Омар Ромай и компания Силио Берлускони представляют Грессию Кольминарес, Освальдо Лапорта и Херардо Романо в телесериале «Девушка по имени Судьба», а также Луису Кулиок. Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Мария Виктория Менис. В главных ролях Дивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибанес, Хуан Витали, Сесилия Мореско, Альфредо Иглесиас, Ноеми Морелли и другие. В фильме также снималась Верхиния Лапорта. Художник-постановщик Рубен Греко, Музыка Серхио Вильяра и Марсело Альвареса. В фильме «Девушка по имени Судьба» Режиссер Хорхе Монтеро Ты для нас как родная. И ты знаешь, как любят тебя мои дочери. И я их, Дон Мануэль, люблю больше жизни. Именно поэтому, Доминго, именно поэтому меня кое-что тревожит. Дело касается Марии. Марии? Синьгори, ты Марии? Да, Минго, не притворяйся. Мария уже обручена и очень скоро выйдет замуж за Гонсало. А я замечаю, что происходит что-то такое, от чего вся ее жизнь и счастье пойдут прахом. Я имею в виду этого солдата, Энрико Муниса. Сержант! Сержант Мунис! Сержант! Я заметил, как вы ушли из расположения части после того, что случилось. Не поднимай лишний шум, у меня дела здесь. Я не могу остаться в стороне от этой заварушки. Я ваш друг и готов помочь вам. Откройте, сержант! Из-за чего все это? Ни сном, ни духом, хозяин. Клянусь вам. Так ты ей не поможешь. На тебя ляжет грех, если из-за лжи и обмана ей разобьют сердце. Твой долг сказать мне, с каких пор это началось. Доминго, ты должна мне помочь, потому что это единственный способ. Я мало что знаю, Дон Мануэль, очень мало. Клянусь вам всем святым, что есть у меня. Она мне не рассказывала. Несколько раз они точно встречались, но я не могла им помешать. Не могла ей Богу, вы уж меня простите. Я думала, он из ваших друзей или знакомых. Хорошо, Доминго. Успокойся. Я знаю, что твоей вины здесь нет. А теперь оставь меня одного. Впервые в жизни я действительно растерялся. Я не желаю, чтобы Мария страдала, чтобы ей причинили зло. Вы уж извините простого солдата, но вы сами заговорили о судьбе. Если ее не проведешь, с ней нельзя спорить. Эта чертова судьба загнала меня в угол. Не отчаивайтесь. Если ваша Зазнова обещала сама поговорить с отцом, то ваше дело ждать. Жаль, что самое трудное я взвалил на нее. А вдруг Мария не отважится сказать ему? С другой стороны, что он может обо мне подумать? Что я сам струсил? Что мне не хватает смелости сказать ему в лицо, что я люблю его дочь, и что она любит меня? Нет, Хименес. Если Мануэль Ла Сабль узнает об этом из других уст, будет только хуже. Я не собираюсь поступить со своей честью, когда появляется дело, которое надлежит выполнить мне. Я должен видеть... Я должен видеть отца Марии. Позвольте, я поправлю сетло, господин офицер. Похоже, вам не повезло. Нежданная встреча с прошлым только и всего. Но у меня будет еще случай отыграться. Если я могу чем-то помочь? Конечно, можете. Заранее благодарен. Объясните мне, как проехать к дому семьи Ала Сабль. Если хотите, я провожу вас туда. Я прикажу сделать запись о вашей примерной службе. Доминго, сделай милость. Брось ты эту одежду. Уступай вниз. Не волнуйтесь, хозяюшка. Я уже зажарила ножку козленка по вашему любимому рецепту. Я не пойду вниз. Мне что-то нехорошо. Ну что с вами, госпожа? Скажите мне, я позову вашего мужа. Не стоит его тревожить. Подай мне эти капли, пожалуйста. Хотите, я заварю вам свежий чай? Нет, Доминго. Не надо меня уговаривать. Я просто устала. У меня неспокойно на душе. Жду, не дождусь, когда Мария выйдет, наконец, замуж. Ох, госпожа. Иногда у Бога руки не доходят до наших молитв. И тогда ему надо помочь. Твоя правда, Доминго. Это правильно, очень правильно. Очень. Ну ты перестань рыдать и всхлипывать, а расскажи мне, что случилось. Виктория. Он узнал, он теперь знает все. Гонсало сам ему рассказал. Боже мой, значит, Гонсало тоже все известно? Нет. Случайно они встретились в казарме. Гонсало ходил туда. И что, Инрике рассердился? Сначала да, но потом поверил мне. А я уж испугалась. Значит, он тебе поверил? Да. Поверил, что я люблю его. Больше жизни. Мария, что ты теперь будешь делать? Поговорю с папой. Обо мне не беспокойся, Хименес. И спасибо за отдельный совет. Пожалуйста. Я простой солдат. Но говорю вам от чистого сердца. Я знаю. Поэтому я и верю тебе. Ступай. Наверняка у тебя есть кто-то, кого ты захочешь увидеть, прежде чем вернуться в казарму. Не стану врать своему другу. Я с самого утра ни о чем не думаю, кроме как о Мартини. Если вы позволите, я прямо сейчас пойду к ней. Тогда иди скорей. Я пошел. Хименес. Хименес. Я тебе завидую. Насколько приятнее беседовать с той, которая вскружила тебе голову, тем с будущим тестем. Тебе так не кажется? Пока. 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 Доминго. Слушаю, Дон Мануэль. Ты хорошо помнишь, о чем мы говорили? Как будто мне эти слова огнем выжгли вот здесь, в груди. Хорошо. Я только хотел предупредить, чтобы ты ни словом не обмолвилась с моей женой. Ты знаешь, что она этого не вынесет? Сейчас, когда вы сказали, я уже ни словечко не помню с того, о чем мы говорили. Господи. У меня почти не осталось сил. Но я не могу ждать. Прошу тебя, освети мне путь. Вразуми меня и наставь. Прошу тебя, помоги. Да, сеньора. Доминго, закрой дверь и помоги мне, отец. Куда вы собрались, госпожа? Вы же нездоровые. Мне хорошо, как никогда. Вы всю ночь не замкнули глаз. С меня достаточно советов, которые мне дал доктор. Помолчи, Доминго, и помоги мне. Умоляю, сеньора, останьтесь. Доминго, я прекрасно знаю, что я делаю. Вот так. Прекрасно. О, еще утро, а они уже в нарядах. А вот с этой девушкой я не знаком. Не стоит так шутить, Донорна. За версту видно, что это Мартина, одевшаяся, как Долорес. Она мне хоть что-то лжил для выхода. Глаза слепнут от такой красоты. Хватит любезничать. А вам тоже не помешало бы лоб перекрестить и помолиться. Мы идем в церковь. В церковь? Мы бы с большим удовольствием пошли с вами, но это невозможно. Бабушка Эрнана заболела? Это опасно. Боже мой. Эрнан попросил... Да, да. ...сделать ее портрет, пока она еще жива. Какая досада. Ну, раз так... Мы вам сочувствуем, Эрнан. Спасибо. Доня Илохия, вы идете в церковь. Прошу вас, помолитесь за нее. Обязательно. Ступайте с Богом. Позвольте откланяться. Спасибо, синьор Илохия. Пойдем. Сколько несчастных на земле. Хименес. Здравствуйте. 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 Вы пришли вовремя. Мы собрались в церковь. Пойдемте с нами. Вы же веруете в Бога. Пойдемте. Конечно. Да, но... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дон Мануэль. Налей мне что-нибудь покрепче. Я здесь сегодня ничего не могу найти. Боже ты мой. Всем в этом доме что-то нужно. Но чтобы его найти, не нужно рыться на кухне. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Папа, я должна с тобой поговорить. Хорошо, пойдем в мой кабинет. Что ты все время вынюхиваешь? Ничего. Я вошла и сразу вспомнила, что забыла кое-что на кухне. Меня ты не проведешь. Я тебя насквозь вижу и знаю. Когда ты что-то скрываешь? Ничего я не скрываю. И насквозь вы меня не видите. Займитесь лучше своими любимыми лошадками. А старая несчастная негритянка пусть занимается своими делами. Вот как. Что это ты? Теперь ты приказываешь? Присаживайся. Спасибо. Я лучше постою. Как хочешь. Я слушаю. Папа, когда ты предложил мне обручиться с Гонсало, у меня не было серьезных причин для отказа. хотя признаюсь, меня удивило твое внезапное решение. Гонсало ничем меня не привлекал раньше, но я надеялась, что когда-нибудь полюблю его. Я не знала, что такое любовь. Я никогда раньше не испытывала этого чувства. Но теперь, отец... Продолжай. Теперь я это знаю. Я знаю, что такое любовь. Простите, господин. Я не знала, что вы заняты. Что тебе? Там пришел военный и говорит, что дело срочное. Военный? Проходите. Проходите. Спасибо. Извини, дочка, одну минуту. Да, папа. Пермис. Если позволите. Сеньор Ла Сабель, меня зовут Фермин Менендес. Я думаю, мне нанесет визит другой человек. Но вы, похоже, меня знаете. Скажите мне, что вас сюда привело? Тун Линч. Тун Линч, что с вами? Что тебе? Хозяин, вас спрашивает сеньора Ала Сабель. Сеньора Ала Сабель? Она здесь? Проси. Да. Вот и ждешь. Добрый день. Добрый день. Простите меня за неожиданный визит. Вам не за что просить прощения, дон Инкарнасьон. Двери моего дома всегда открыты для вас. Спасибо. Мне нужно кое о чем поговорить с вами. Надеюсь, речь пойдет не о неприятностях. К сожалению, дон Линч, дело очень, очень серьезное. Я вас не очень понимаю. Какую угрозу вы хотите от меня отвести? Возможно, я выражаюсь излишне резко. Но когда речь идет о счастье дочери, нужно говорить без околичностей. Хотя это тяжело. Я все равно не понимаю вас. Полагаю, вы намекаете на частную жизнь моего семейства. А поэтому жду от вас подробных объяснений. Для этого я и пришел. Ну, так скажите сразу. И не ходите вокруг да около. Если позволите, несколько лет назад я надеялся найти счастье в своем городе. Я любил прекрасную девушку. Она была чудесной, к тому же из уважаемого семейства. Я успешно продвигался по службе в армии, и мы обручились. Она была робкая и неуверенная в себе. Поэтому мне приходилось каждый божий день успокаивать ее ласками. Но я-то знал наверняка, что вместе мы будем счастливы, что создадим семью, что нас ждет будущее. Но однажды все будущее пошло прахом. В нашей жизни появился мерзавец. Человек без стыда и совести. Человек, который умел льстить в глаза и тайно насмехаться. Этого человека звали Энрике Мунис. А когда я едва не потеряла сознание, я поняла, что причиной тому боль в груди, которая меня уже давно терзает. Что вам сказал врач? Он подтвердил мои подозрения. Мое сердце, сеньор Линч, мое сердце уже изнасилось. А после приступа ему осталось недолго биться. Не может быть, чтобы так уж серьезно. Со временем это пройдет. Как раз времени я больше всего и боюсь. Я чувствую, что приступ может повториться. Только не знаю, когда. Не надо. Не надо так говорить. Вы меня пугаете. Это очень горько, сеньор Линч, но это правда. И прежде, чем Господь призовет меня, я хочу воплотить свою мечту. Поэтому я и пришла к вам. Я убедилась, что моя дочь всем сердцем полюбила Гонсало. И я не хочу, чтобы кто-то или что-то помешало им соединиться. Вы должны выполнить мою просьбу. Я слушаю, сеньор. Я прошу вас ускорить свадьбу наших детей. Вы сказали Энрико Мунис именно так. Мунис был моим другом с самого детства. Судьба распорядилась так. Что он покинул наш город и вернулся много лет спустя. Он вернулся, чтобы предать друга и причинить несчастье. Он прибегнул к самым хитроумным уловкам, чтобы совлазнить мою невесту. вы понимаете? Ему было нужно ее приданное. Других людей он не ставил ни в грош. Он настолько вскружил ей голову, что она сама решила сказать мне, что расторгает помолвку. И что потом? Всему городу стало известно о его происках. и он трусливо бежал, словно крыса. Но после него остались две сломанные судьбы. Мне пришлось оставить родные края и свою любимую. А она теперь похожа на тень. Не живет, а молча страдает. теперь мне ясно. Теперь мне все стало ясно. Вы поняли, почему я пришел? Ваша дочь Мария может стать следующей его жертвой. И вы наверняка не захотите, чтобы история повторилась. ускорить свадьбу? Да. Но я не могу взять в толк. Я не ради себя, сеньор Линч. В первую же минуту, когда я обняла Марию, я поклялась, что она будет счастлива. Если у вас нет возражений, прошу вас, выполните мою просьбу. Пожалуйста. Сеньора, я буду только рад женить Гонсало на вашей дочери. Чем раньше, тем лучше. И пусть этот разговор останется между нами. Обратитесь сами к моему мужу под благовидным предлогом. Я пока не хочу, чтобы он и дочери узнали, насколько я больна. Я прошу вас. Сеньора, это не совсем удобно. Я прошу вас, сеньор Линч, никто не должен знать. Никто. попробую что-нибудь подслушать. Да. Сеньориты, рад был познакомиться, сеньора Лосавель. Я тоже очень рад и глубоко вам признателен. Концепцион, проводи, господина офицера. Спасибо большое. Мария? Да, папа. Нам с тобой лучше выйти прогуляться. Хорошо. Я благодарна вам, что вы выслушали меня и согласились помочь мне, сеньор Линч. Уважаемый сеньора, я сделал бы больше, если бы мог. Но вы же знаете... Человек предполагает, а Бог располагает. Совершенно верно. Я никогда не забуду о вашей услуге. А сейчас я вернусь домой. Храни вас Господь, сеньор Энкарнасион. Присядем здесь. Отец, теперь мы можем спокойно поговорить? Думаю, да. Что ты хотела сказать? Несколько минут назад я заговорила с тобой о любви. Понимаю, дочка. И ничуть не удивляюсь. Я готов тебя выслушать. Но у меня тоже есть что тебе сказать. умоляю, позволь мне сказать первый, папа. Впервые, впервые в жизни я влюбилась. Влюбилась без памяти. Сержант! Гуляете, сержант Мунис? Могу я знать, что ты здесь делаешь? тебе мало нашей встречи в казарме? Не стоит, Энрике, не надо. Нехорошо таить злобу. Не имеет смысла пускать в ход кулаки из-за такой давней размолвки. Любопытно, что с тобой случилось? Совесть проснулась или генерал сделал выговор? генерал ни то, другое. Я сам решил, что нам уже не стоит враждовать. Пора нам помириться. Тем более мы теперь квиты. Тебе так не кажется, Мунис? тебе нечего мне ответить? Я пока слушаю тебя, Мария. Никто не может представить, как тяжело мне было все это время. Меня измучили сомнения. Я оказалась в тупике. Я не хотела огорчать ни тебя, ни маму. Никогда не думала, что такое может случиться со мной. И вот оно случилось. Папа, пойми меня. Я не собиралась умышленно нарушать свое слово, не противиться твоему решению, которое ты принял, потому что желал меня добра. Но любовь нахлынула на меня так внезапно, что я поначалу даже сама себе не признавалась в этом. Но теперь я говорю прямо и себе и остальным. Пусть все знают, как сильно я люблю. Я люблю Энрики Муниса. Мария, напоминаю тебе, что... Пожалуйста, дай мне закончить. Он прекрасный человек, мужественный, честный, он нежный. Рядом с ним я чувствую себя женщиной, которую любят и ценят. Я не представляла, что любовь может быть такой сильной, такой ослепительной. Он все для меня. Мы любим друг друга. Мария, я не сомневаюсь, что ты это чувствуешь. Я бы сказал, что это естественно. Что ты хочешь этим сказать? Что? Твой дорогой Энрике Мунис мастер на уловке. Ну, а теперь позволь сказать мне, не думай, что я пребывал в полном неведении. Поэтому я взял на себя труд навести справки о мужчине, который, зная, что ты обручена, так беззастенчиво ухаживал за тобой. Папа, он не знал. Я не так в этом уверен. Пойми меня, Мария, тебе известно лишь одно лицо этого человека. То, которым он сумел смутить тебя и увлечь. Но мне известно и другое. Лицо человека, который идет на любые ухищрения, чтобы извлечь выгоду для себя. Папа, я прошу тебя. Я знаю, откуда он приехал и знаю, чего он хочет. Он тебя погубит, Мария. Ты не первая женщина, которой он играет. Взбучка, видимо, была слишком слабая, чтобы ты раскаялся. Незачем следить за мной. Энрике, это просто совпадение. Я выехал на прогулку и случайно здесь оказался. Да? Мне не по вкусу такие совпадения. Ты слишком подозрительный. Ты лучше ответь. Тебя что-то тревожит. Ты будто боишься чего-то. Хочешь отыграться? Учти, я дерусь только раз. А ты уже проиграл. Не надо сердиться. Я никого ничего не боюсь. Ты меня понял? Ты ошибаешься, папа. Мне больно от твоих слов. Ты не представляешь, как ты ошибаешься. Я не прощу себе, если сделаю тебе больно. Но я не хочу допустить, чтобы это сделали другие. Постарайся понять, Мария. Но папа... Ты такая молодая. Тебе сейчас очень нелегко. Доверься мне. Я это и пытаюсь сделать. Но ты не слушаешь меня. Папа, я умоляю тебя. Не знаю, кто мог наговорить такого об Энрике, но это неправда. Он честный. Он доказал это не только мне. Пойми ниже меня, папа и помоги найти выход. Я люблю Энрике и ничто не заставит меня его разлюбить. Даже если ты потребуешь, если весь мир захочет, чтобы я не видела его и не думала о нем, мои чувства не изменятся. Надеюсь, ты говорила со мной откровенно. Я выслушал тебя и, похоже, понял. Прошу только никаких безумств. Не торопись. Поразмысли хорошенько. И заодно дай мне время разобраться и решить. Значит, папа, ты будешь думать. да, дочка, я буду думать. Надо уметь прощать, Энрико. Я это уже сделал. Надеюсь, ты последуешь моему примеру. Мне не нужно твое прощение. Я тебе ничего плохого не сделал. А если ты хочешь, чтобы я тебе вновь доверял, заслужи это. это уже что-то. Ты не пожалеешь. Что он сказал? Он сердился? Он уже все знал и обещал подумать. Мария, ты хоть понимаешь, что это значит? и тебя это не радует? Раз он обещал подумать, значит, все образуется. Кто-то облил Энрике грязью, кто-то наговорил про него кучу гадостей. И я боюсь, что отец поверит в эту ложь. Нет, Мария, нет. Это забудется, не обращай внимания на болтовни. Отец поговорит с Энрике и увидит, что он хороший человек. Я только на это и надеюсь. Даже не сомневайся, отец не пойдет против твоих чувств, он все поймет. Поймет, увидишь. Он всегда нас понимал. Самое главное, что вы поговорили откровенно и обстоятельно. Он не будет принуждать тебя выходить за Гонсало. На русский язык фильм озвучивали. Актеры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина. Звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Валерия Нижника, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен в студии Наследия по заказу общественного российского телевидения. КОНЕЦ КОНЕЦ